Самое главное, это, конечно, уже понятно, что неизбежная война с Украиной. Победоносные мультики и ролики с учениями на бароны свое дело сделали. Все уверовали в мощь российской военной машины. Но все эти учения – это игра на воображаемом рояле, да? Можно корчить такие же рожи, как корчил знаменитый пианист Ван Клиберн. Можно закатывать глаза, изображая упоение, вдохновение, необычайное проворство пальцев. Все это можно изображать, но только до тех пор, пока какая-нибудь сволочь не подсунет под пальцы настоящий рояль. Вот тут начнется позор. Выяснится, что великому пианисту-теоретику не под силу и чижик-пыжик одним пальцем. И это в лучшем случае. Что будет и как будет на этой войне? Что бы ни было, в любом случае, все закончится страшным поражением и трагедией России. К афганскому, вьетнамскому, чеченскому бедная страна отрастит еще один горб позора. Почему? Почему при вроде бы таком явном неравенстве сил, я полагаю, что победа будет за Украиной? Да только потому, что для Украины любой исход войны является победой. Потому что есть два варианта. И оба они смертельны для Российской Федерации. В одном случае, огромный злобный кровавый монстр России затоптал маленькую гордую беззащитную соседку. Во втором случае, маленькая гордая беззащитная соседка растоптала огромного кровавого монстра. Для России одинаково трагичны оба варианта. Вот кто меньше всех понимает в войне? Кого ни в коем случае нельзя слушать в этом вопросе? Могу вам сказать. Это так называемые военные аналитики, которые теперь будут вешать эту терминологизированную лапшу всем на уши. У них, да, вот как ураганы, грады, посейдоны, солнцепеки, буратины прожгут стратегические коридоры для танковых соединений. А за танками колонны пойдет на Киев, колоннами пойдет на Киев пехота. Это абсолютный бред. Это на учениях может быть. По предварительной договоренности и за очень большие деньги украинская сторона будет учтиво ложиться под русские гусеницы и послушно принимать удары некоторых ракет. Вот вся военная аналитика делается преимущественно дураками, которые либо давно расстались со всякой реальностью, либо никогда с ней не соприкасались. Никто из них не учитывает фактора сверхяростного сопротивления Украины и полного неумения армии России воевать. Украинские подразделения будут, я подозреваю, позлее даже чеченцев. Чеченскую войну проиграла еще та советская армия, у которой были кое-какие традиции, генералы, боевой опыт сейчас. И этого нет. Нет генералов. Нет ни Рохлина, ни Лебедя. Никого. Как же будет выглядеть эта российско-украинская война? Ну, во-первых, что такое война для России? Война – это прежде всего возможность безнаказанно разворовать свою армию. Потому как списать можно будет все. Волшебная способность войны списывать известна. Все самые удачные сделки заключаются на передовой. Уже есть даже умные ракеты, которые в момент их покупки изменяют траекторию. А как показывает опыт первой чеченской, Россия научилась давно продавать свои танки врагу прямо с экипажами. Все начнется с того, что заблудится пара дивизий. Без этого не бывает. Эти дивизии обязательно накроют российская авиация, которая в Чечне приобрела потрясающую способность бомбежки своих же частей, истребив как минимум четверть российского воинства таким образом. Вот этот опыт, я думаю, пропить еще не успели. И авиация сможет, наконец, применить весь наработанный опыт на практике. Будет возможность попробовать свои таланты и у военно-морского флота, который с помощью дальней артиллерии, биноклей и портвейна обязательно накроет пару пляжей с расположившимися там позагорать российскими же туристами. Пока кусочки туристов будут сортировать по баулам, потные адмиралы будут кончать с собой. Но не из-за туристов. Просто выяснив, что корпуса боевых судов удерживаются от распада только толстым слоем краски. Естественно, когда дело дойдет до темы «умирать», выяснится, что патриотические мультики сами воевать не могут и умирать тоже. И на фронтах, по традиции, как всегда, окажутся срочники, имеющие опыт стрельбы только из швабр, лопат, беготни за пивом для дедов и заправки койка. Этих цыплят в камуфляже отчаянно злые, опытные и дико мотивированные батальоны Яроша передушат, ну, тысяч пять за первую неделю. На Россию обрушится ливень из цинковых гробов. Ни один солдат и ни один офицер не будет иметь ни малейшего понятия, за каким он здесь чертом и за чьи яхты и дворцы воюют. Что, вы думаете, не будет очередного ЖД вокзала в Грозном? Обязательно и непременно будет. Ведь пропитанные коньяком идиоты в лампасах все те же и все точно так же тычут карандашиками в свои карты. Россия ухитряется везде находить только позор. Найдет, проглотит его, кое-как переварит и несколько лет исходит с страшным медийным поносом. А тут она отхватит позор сразу в неперевариваемых дозах. Через неделю цинково-гробовой ливень на страну усилится. Вот для чего велась Чеченская война, украсившая пейзажи России восемнадцатью тысячами могил. Теперь-то более-менее ясно. Чтобы построить в Грозном бриллиантовые дворцы, мечети, кланяться Чечне и ежедневно перечислять ей миллиард рублей из федерального бюджета. То есть платить ту дань, которую и полагается платить победителю. Именно ради этого российская власть превратила в горелое вонючее мясо тысячи своих мальчишек. И еще столько же сделала инвалидами. При том, что ведь воевали тогда в Чечне не с армией, а лишь с несколькими группами добровольцев, которые и солдатами-то толком не были, так поэты, гинекологи и землемеры. Зачем нужны были эти горы трупов? Платить Чечне можно было начинать сразу, без всякой предварительной стрельбы. Те из российских офицеров, у кого память не до конца смыта коньяком, наверняка в уме своем вспомнят всех посаженных героев Первой, Второй Чеченской, начиная с полковника Буданова, вспомнят издевательство трибуналов и предательство власти. Офицерье народ внимательный. Оно успело заметить, что родина подвигов не прощает. То есть кровища, гробы, жуть, неразбериха, вой прессы солдатских матерей. Все это будет с каждым днем удесетеряться. Всемирный информационный фон, целиком сделанный из проклятий, разоблачений и шельмований России, будет тяжелеть и пудовыми веригами сковывать движения и так плохо стоящие на ногах армии. Цинково-гробовой ливень будет усиливаться. Ведь, учтите, распятых мальчиков в трусиках умеет сочинять не только российская пропаганда. Но тут и сочинять ничего не придется, потому что любая война создает тьму кровавых и душераздирающих прецедентов. Помимо всего прочего, эта война ведь не только с Украиной. Украина была бы полдела. Эта война еще и с Одессой. То есть лучший способ недорого и навсегда стать посмешищем для всех. Мощное антивоенное движение в самой России станет как раз тем стержнем, который, наконец, скрипит и объединит всех, кто ненавидит режим. И есть еще один неприятный нюанс. Сейчас работает волшебная сила искусства. Мультики, ролики, декларации, парады. Но вот лучше бы никого не знакомить с реальными возможностями российской армии. Увидев же российскую армию в деле, японцы сразу вспомнят про Курилы. Немцы улыбнутся про Кенигсберг. Молдова про Приднестровье. Ну и так далее. И еще следует помнить. Армейская среда таит сложные и быстрые сюрпризы для власти. Война опасна еще и тем, что на ней очень быстро выковываются авторитеты, любимцы легионов, которые быстро сообразят, что у них на руках тузы. И тот, кто первый начнет братание с украинцами, тот станет самым крутым и знаменитым. Возможно, кто-то из командиров и будет гореть желанием выручать русскоязычных, спасать их от угнетения, нищеты, унижений и поборов. Но если есть жуткий, непобедимый зуд, зуд спасать народ, то двигаться можно, конечно, и на Киев, но можно и на Москву. Направление в этом смысле абсолютно равноценное. Но на пути к Киеву отчаянные батальоны Яроша, ВСУ, партизаны, огонь, засады, мины, снайперы, позоры, смерть. А вот на Москву дорога от этих помех совершенно свободна. А итоговый эффект примерно тот же. Ну, Золотов с Росгвардией быстренько вступит в НАТО. И у Путина останется только звонок другу Байдену с просьбой прислать морскую пехоту Соединенных Штатов Америки для защиты Москвы от спятивших русских командиров. Занэлис.